Беседа третья Мы видим, что смиренно мудрие приносит великую пользу, но нигде его скоро не обретаем. Правда, мы встречаем величайшую униженность на словах даже больше, нежели следует, но истинного смиренно мудрия нигде не находим. Блаженный же Павел до того желал стяжать его, что повсюду измышлял много причин к тому, чтобы соделывать смиренную свою душу. И так как более всего должны трудиться те, когда они желают стяжать смиренно мудрие, которые сознают, что совершили важные подвиги, то, вероятно, и он терпел великое в этом отношении насилие от сознания сделанного им добра, которое, подобно сильному течению воды, влекло его к надменности. Поэтому смотри, что он и здесь делает. Он сказал, что «мне вверено благовествование славы Божией, благовествование, коего причастниками не могут быть те, которые еще придерживаются закона». Он противопоставляет одно другому и полагает между ними такое расстояние, что кто придерживается последнего, тот еще не достоин соделаться причастникам первого, подобно тому, как если бы кто сказал, что тех, которые нуждаются в вузах и наказании, нельзя еще причислить к сонму любомудрых. И так как он прежде превознес себя и сказал о себе много великого, то теперь в одно время и себя смиряет, и других увещевает то же самое сделать. Написав «которое мне вверено» стих 11, он немедленно смиряет самого себя, чтобы ты не подумал, что он говорил это вследствие гордости. Итак, смотри, какой он употребляет оборот речи, чтобы поправить прежде сказанное, когда присовокупляет и говорит «благодарю, давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». Видишь ли, как всегда, он скрывает свои заслуги и все приписывает Богу, впрочем, так, что через это не уничтожает свободы воли. Неверующий, вероятно, мог бы сказать, если все принадлежит Богу, и мы сами от себя ничего не привносим, но Бог, подобно деревьям и камням, обращает нас от порока к любомудрию, то почему он сделал таким Павла, а Иуду нет? Поэтому смотри, с каким благоразумием выражается, предотвращая такое возражение, которое, говорит, вверено мне. Это составляет его заслугу и честь, но не все принадлежит ему. Смотри, что он дальше говорит. «Благодарю, давшего мне силу Христа и Иисуса». Это относится к Богу. Затем опять указывает на то, что принадлежит ему, что он признал меня верным, конечно, потому что он желал сам от себя содействовать этому. «Определив, говорит, меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению в неверии». Смотри, как он говорит и о том, что принадлежит ему, и о том, что принадлежит Богу. Но промыслу Божию приписывает больше, а то, что ему принадлежит, уничижает, впрочем, так, чтобы, как я прежде сказал, через это не уничтожить свободы воли. Что же значит «давшего мне силу»? Послушай. Он подъял на себя великое бремя, и ему нужно было большое содействие свыше, посудив самом деле, как трудно было устоять против ежедневных поруганий, укоризн, наветов, опасностей, споров, порицаний, смертей и не прийти в уныние, не пасть духом, не поколебаться. И, несмотря на то, что отовсюду каждый день бросали в него целые тысячи стрел, стоять с твердым, бестрепетным видом. Это было выше человеческих сил, хотя и не зависело от одного содействия Божия, но и от свободной его воли. Что Бог избрал его, предвидев, каков он будет, послушай, что говорит сам Бог еще прежде, нежели апостол приступил к проповеди. «Ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми». Деяние святых апостолов, глава 9, стих 15. Подобно тому, как те, которые носят на войне царское знамя, обыкновенно называемое лавурон, должны обладать великою силой и опытностью, чтобы не предать его врагам, так и те, которые носят имя Христово не только во время войны, но и во время мира, должны иметь много твердости, чтобы не предать его хульным устам, но мужественно держать и нести крест. Воистину, великая нужна сила для того, чтобы носить имя Христово. Тот, кто говорит, или делает, или в мысли имеет что-нибудь недостойное, не носит его имени и не имеет в себе Христа. Между тем, тот, кто носит это имя, торжественно шествует не через торжище, а через небеса. При виде его всех объемлет трепет, ангелы сопутствуют и удивляются ему. «Благодарю», — говорит, — «давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего». Смотри, он благодарит Бога даже и за то, что принадлежит ему самому. За то, что он избранный сосуд, он приносит ему благодарность. Это же тебе принадлежит, блаженный Павел, потому что Бог нелицеприятен. «Но я благодарю», — говорит, — «за то, что он удостоил меня этого служения, потому что это составляет признак того, что он считает меня верным». Подобно тому, как в доме управляющий не только бывает благодарен Господину за его доверие, но и поставляет последнее признаком того, что Господин считает его более достойным доверия, нежели других, так точно и здесь. Затем смотри, как он, описывая прежнюю свою жизнь, превозносит милость и человеколюбие Божье, который прежде был, — говорит, — хулитель и гонитель и обидчик. Он гораздо снисходительнее выражается даже тогда, когда говорит об иудеях, несмотря на то, что они и в это время оставались в неверии. «Ибо свидетельствую им, — говорит, — что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению». Послание к римлянам, глава 10, стих 2. «А о себе говорит, что он был хулителем и гонителем и досадителем. Видишь ли его смирение? Как он не самолюбив, какая у него смиренная душа! Он не довольствуется тем, что назвал себя хулителем и гонителем, а показывает еще, что он делал это с особенным ожесточением. «Я не только, — говорит, — в себе укреплял зло и не довольствовался тем, что сам был хулителем, но еще и преследовал тех, которые хотели жить благочестиво. Я довел богохульство до величайшего неистовства, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии». Почему же и другие иудеи не были помилованы? Потому что они, не по незнанию, а зная и очень хорошо понимая, делали то, что делали. Чтобы вполне убедиться в этом, послушай, что говорит евангелист. «Изначальников многие уверовали в него, но не исповедовали, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию». Евангелие от Иоанна, глава 12, стихи 42 и 43. «И опять Христос говорит, как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 44. «И еще, — говорит евангелист, — так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги». Евангелие от Иоанна, глава 9, стих 22. «Кроме того, и сами иудеи говорили, видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним». Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 19. «Ими всегда руководила страсть любоначалия». И когда они сказали, что никто не может прощать грехи, кроме одного Бога, Евангелие от Луки, глава 5, стих 21, тогда Христос немедленно совершил то, в чем они поставляли признак силы Божией. Итак, все это происходило не от неведения». Где же был тогда Павел? Вероятно, скажет кто-либо, он находился у ног Гамалиила, который не имел ничего общего с эту мятежную толпою, так как Гамалиил был такой человек, который ничего не делал по честолюбию. Каким же образом Павел впоследствии является среди этой толпы? Он видел, что учение это распространялось и становилось господствующим, и что все последуют ему. При жизни Христа народ иногда приходил к нему, а иногда к учителям иудейским. Когда же они совершенно отделились от последних, тогда уже он не как другие из властолюбия стал действовать так, как действовал, а из ревности. Зачем же он отправлялся в Дамаск? Он считал дело христиан пагубным и боялся, чтобы проповедь не распространилась повсюду. А иудеи поступали не так. Они все делали не из заботливости о многих, а из властолюбия. Посмотри, что они говорят, овладеют и местом нашим, и народом. Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 48. Какой объял их страх? Человеческий. Нужно рассмотреть и то, каким образом Павел, будучи столь сведущ в законе, ничего не знал, потому что он сам говорит, прежде обещал через пророков своих, в святых писаниях. Послание к римлянам, глава 1, стих 2. «Каким же образом ты не знал этого, будучи ревнителем отеческого закона, воспитавшимся у ног Гамалиила, проводившие жизнь на реках и озерах, и мытари притекли к Христу и приняли его, а ты, опытный в законе, его преследуешь? Потому-то он и осуждает себя, говоря, и недостоин называться апостолом». Первое послание к Оринфянам, глава 15, стих 9. «Потому-то он и сознается в неведении, которое происходило от неверия, потому-то и говорит, что он был помилован». Что значит, что он признал меня верным? То, что он не изменил Господу ни в чем. Говорил, что все ему принадлежит, даже свое собственное называл Божиим, не присвоял себе славы Божией. Послушай, в самом деле, что говорит он в другом месте. «Мужи, что вы это делаете? И мы подобные вам человеки». Деяние святых апостолов, глава 14, стих 15. «Вот что значит, что он признал меня верным». И опять в другом месте. «Но я более всех их потрудился», — говорит. «Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Первое послание к Оринфянам, глава 15, стих 10. «И еще производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Послание к филиппийцам, глава 2, стих 13. «Сам он, по его словам, достоин был наказания, потому что помилование дается именно таким людям». И опять в другом месте, говорит, ожесточение произошло в Израиле отчасти. Послание к римлянам, глава 11, стих 25. «Но благодать, — говорит Господа нашего Иисуса Христа, открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе». Что это значит? Чтобы ты, услышав слова «помилован был», не остановился мыслью только на этом, он говорит, «я был хульником и гонителем и досадителем, и потому достоин наказания, но не наказан, потому что помилован». Но разве это только ты получил? Разве милосердие простиралось только до того, что ты не понес наказание? Нет. Но ты получил и другие, многие и великие благодеяния. Бог не только освободил нас от угрожавшего нам наказания, но и сделал нас праведными и сынами, и братьями, и друзьями, и наследниками, и со-наследниками. Поэтому-то он и говорит «благодать же открылась во мне», выражая ту мысль, что дары эти превзошли пределы милосердия, потому что так поступать свойственно не милующему только, но и благоволящему, и сильно любящему. Итак, сказавшим много великого о человеколюбии Божием, что Бог помиловал его, хотя он и был хулителем, и гонителем, и притеснителем, и не только не ограничился этим, но удостоил его еще других, великих благодеяний, апостол опять подтверждает то, что сказано против неверных, то есть, что не следует говорить, что свобода воли не существует, прибавляя следующие слова, с верой и любовью во Христе Иисусе. «Со своей стороны мы, — говорит он, — только одно принесли, именно поверили тому, что он может спасти». Блаженный Феофилакт, архиепископ Болгарский, благовестник, Толкование на Евангелие от Луки Стихи 45-48 «И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им, написано, «Дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. Изгнание торгующих из храма Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 12 по 17, от Марка, глава 11, стихи с 15 по 19, от Луки, глава 19, стихи с 45 по 48. Войдя в Иерусалим, Господь направился прямо в храм «И совершил изгнание торгующих из храма». Об этом повествуют только три первых евангелиста, причем повествование святого Марка отличается от повествования святых Матфея и Луки тем, что по святому Марку Господь, войдя в храм, и осмотрев все, как время было уже позднее, вышел в Вифанию с 12, и только на другой день, после проклятия Смоковницы, снова войдя в храм, совершил изгнание торгующих. Тут нельзя видеть серьезного противоречия. Апостолы в изложении событий не всегда придерживались точно хронологического порядка, для них часто важнее представлялась связь событий логическая. Некоторые же допускают, что было двойное очищение храма от торгующих в самый день входа Господня в Иерусалим и вторично, на другой день. Три года тому назад, когда Господь пришел в Иерусалим на первую после своего крещения Пасху, Он застал дворы и притворы храма, обращенными в торговую площадь, и изгнал всех торгующих. В следующем году Господь опять пришел в Иерусалим на Пасху, но торговли в храме, по-видимому, не застал. На третью Пасху своего служения Господь совсем не был в Иерусалиме. Когда же приближалась четвертая Пасха, то иудеи были озабочены, придет ли Иисус на праздник, зная, что начальство уже вынесло ему смертный приговор, и думая, что он не решится идти в Иерусалим на явную смерть, торговцы с разрешения первосвященников нагнали опять в притворы и во двор храма стада животных, расставили палатки с разными товарами, поставили столы с разменными кассами, скамьи с голубями, которых разводили для продажи сами первосвященники, и начали торговать. Приход Господа в храм явился для них неожиданностью. После того, как народ торжественно приветствовал его криками «Ассанна», никто не решался противодействовать ему, когда он, как и в первый год своего служения, выгнал всех продающих и покупающих в храме и опрокинул столы миновщиков и скамьи, продающих голубей. Святой Марк к этому добавляет, что Господь не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь, то есть посторонние вещи, не имеющие отношение к совершаемому в храме богослужению. Очевидно, величие и могущество божества просеивали в этот момент на лице Господа, так что никто не смел оказать ему противодействия, и все невольно повиновались ему. Первосвященники, очевидно, тоже не смогли ничего предпринять против Господа, видя, как народ неотступно слушает его, удивляясь учению его. И в ниде Иисус в Церковь Божию, и изгнав вся продающая и купующая в Церкви, и трапезы торжняком из провержа, и седалища продающих голуби и глагола им, писано есть «Храм мой, храм молитвы наречется, вы же сотвористи и вертеп разбойникам». Глава 21, стихи 12 и 13. Об этом говорит и Иоанн, только говорит в начале Евангелия, а Матфей в конце. Поэтому вероятно, что так случилось два раза, и при том в разное время. Это видно и из обстоятельств времени, и из ответа иудеев Иисусу. У Иоанна говорится, что это случилось в самый праздник Пасхи, а у Матфея задолго до Пасхи. Там говорят иудеи, «Кое знамение являешься нам» Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 18, а здесь молчат, хотя Христос и укорил их. Молчат, потому что все уже дивились Ему. Тем большего достойны обвинения иудеи, что Христос не один раз делал это, а они все еще не переставали торговать в храме и называли Христа противником Божиим, тогда как и отсюда должны были видеть честь, воздаваемую им Отцу, и собственное Его могущество. Они видели, как Он и чудеса творил, и как слова Его согласны с делами Его, но они не убеждались и этим, а негодовали, несмотря и на то, что слышали пророка, говорящего об этом, и отроков неполитам своим, прославлявших Иисуса. Потому Он, обличая их, приводит слова пророка Исаии «Домбо мой, дом молитвы наречется» книга пророка Исаии, глава 56, стих 7. И не этим только показывает Христос свою власть, но и тем, что исцеляет различные болезни. «Приступиш, оговорится к Нему, хроми и слепи и исцели их» Евангелие от Матфея, глава 21, стих 14. И здесь Он являет свою силу и могущество. Но иудеи не трогались и этим, но, видя и последние чудеса Его и слыша отроков, прославляющих Его, сильно негодовали и говорили Ему, «Слышишь ли, что сии глаголют?» Евангелие от Матфея, глава 21, стих 16. Христу лучше бы надлежало сказать им «Слышите ли, что сии глаголют?» Ведь отроки воспевали Его, как Бога. Что же Христос? Так как иудеи противоречили столь очевидным знамени, то Христос, чтобы сильнее обличить их и вместе исправить, говорит «не стелечли». Из уст младенец, из сущих совершил есих валу. Евангелие от Матфея, глава 21, стих 16. «И хорошо Он сказал из уст, так как слова их происходили не от разума их, но Его же сила двигала несовершенным еще языком их». Это изображало также и язычников, которые прежде нематствовали, но потом вдруг начинали вещать великие истины, убедительные с верою, и вместе немало утешало и апостолов. Именно чтобы апостолы не сомневались, как они, будучи людьми простыми и необразованными, могут проповедовать народам, отроки наперед истребили в них всякое беспокойство и внушили им твердую надежду, что тот, кто научил отроков прославить Господа, сделает и их красноречивыми. Это чудо показывало также, что Он есть Господь природы. Дети, еще не достигшие зрелого возраста, вещали великое и достойное небо, а мужи говорили слова, исполненные всякого безумия. Такова-то злоба. И так, по елику, много было причин, от которых раздражались иудеи, например, толпы народа, изгнание из храма торгующих, чудеса, пение отроков, то Христос опять оставляет их, чтобы утешить их гнев, и не хочет предлагать им своего учения, чтобы они, снедаемые завистью, не пришли еще в большее негодование от его слов. Субтитры создавал DimaTorzok